Джон Бивер Трепет перед Богом Открытый такими, как есть Неделя вторая, день первый Ваша ценность Этот раздел включает довольно тяжелые и, возможно, обличающие темы Поэтому прежде чем продолжить, давайте остановимся и углубимся в познании невероятной любви Бога к нам Я начну с резких, почти пугающих слов Иисуса, которые будут занимать значительное место нашего диалога в этом разделе Если читать их без контекста, их можно неправильно понять и, может быть, посеять нездоровый страх Поэтому я прошу вас читать их сердцем, полным смирения и почтения к нашему Богу Я скажу вам, кого нужно бояться Бога, который имеет власть не только ваше тело погубить, но и душу в ад ввергнуть Поверьте мне, вот кого вам следует бояться Луки, 12 глава, стих 5 Новый русский перевод Иисус говорит нам бояться Бога И он делает это не раз Он усиливает это повеление, повторяя его Больше всего внимания привлекают его ошеломляющие слова Душу в ад ввергнуть Это резкие слова Однако посмотрите на фразу, которую он говорит вслед за этим Не пять ли малых птиц продаются за два асария И ни одна из них не забыта у Бога А у вас и волосы на голове все сочтены Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц Луки, 12 глава, стихи 6 и 7 Заметьте, я подчеркнул фразу бояться Бога в 5 стихе И не бойтесь в 7 стихе Мы снова видим разницу между святым и несвятым страхом Я снова и снова хочу повторить Что святой страх не значит страшиться Бога И таким образом отстраняться от Него В этом заключается несвятой страх Нам просто необходимо знать эту разницу И быть утвержденными в этой истине Иисус начинает захватывающего и почти пугающего утверждения Но эту же мысль он продолжает, говоря о нашей непостижимой ценности По сути, он открывает, что Бог глубоко дорожит нами Поэтому он дал нам дар святого страха Этот дар оберегает нас, удерживая рядом с даятелем жизни И подальше от всего, что может нас погубить Страха перед людьми, полной противоположности святого страха В нашей дальнейшей дискуссии мы будем много говорить об этих двух видах страха Но прежде чем продолжить, сначала поговорим о нашей ценности Судя по словам Иисуса, Бог невероятно сильно дорожит вами Он даже знает количество волос у вас на голове Согласно научным данным, у большинства людей в среднем около 100 тысяч волос на голове Если привести 10 тысяч человек в один зал Как вы думаете, сможете ли вы определить, у кого из них 99 569 волос? Даже если вы догадаетесь правильно, вы ошибетесь в минутах Потому что человек в среднем теряет от 50 до 100 волос в день Бог знает конкретное количество волос у каждого из нас в любую минуту Это говорит о том, что мы настолько дороги, что Он постоянно думает о вас Давид пишет Псалом 138 глава, стихи 17 и 18 Весь песок Представьте себе весь песок на земле, на всех пляжах, в пустынях и полях для гольфа Это громадное количество Эксперты по математике и физике скажут нам Что в зависимости от размера и плотности песка В одном кубическом футе пляжа содержится приблизительно от 500 миллионов до миллиарда песчинок Наш ум с трудом способен представить, какое огромное количество песчинок на одних только пляжах Флориды Но представьте себе Даже если сложить все песчинки на планете, мыслей Бога о вас все равно будет больше Задайте себе вопрос О чем вы думаете чаще всего? Вы редко думаете о том, что не цените У нас с Лизой есть предметы, которые я обнаруживаю каждый год, когда заглядываю в определенный ящик в шкафу, где хранятся вещи на Рождество Я говорю Обнаруживаю, потому что забываю о том, что они у нас есть Я весь год о них не думаю, потому что они не представляют для меня ценности Однако, если посчитать все мои мысли о Лизе за 40 лет нашей семейной жизни, у меня бы получилось количество песка, которым можно заполнить половину коробки из-под обуви Это приблизительно 200 миллионов мыслей, что равняется одной мысли каждые 6,3 секунды Муж, который настолько часто думает о своей жене, считается глубоко влюбленным в нее Божьи мысли о вас превосходят количество всех песчинок на планете Понимаете ли вы это? Удивительно то, что Бог не может преувеличивать Нас окружают люди, которые преувеличивают и говорят что-то далекое от истины Однако Бог ни на миллиметр не может отойти от истины Он не может лгать Поэтому, когда он говорит, что его мысли о вас многочисленнее песка на планете, это значит, что у него их огромное количество Давайте двинемся дальше и поговорим о том, в чем конкретно наша ценность Ценность определяет покупатель Мой сын посещал спортивный аукцион, потому что его компания интересовалась приобретением майки Билла Рассела В которой он выходил на поле во время игры за чемпионский титул в 1960-х годах Они отказались от покупки, потому что самая высокая ставка дошла до 1 миллиона 44 тысяч долларов Каким бы великим игроком ни был Билл Рассел, лично я не дал бы более пары сотен долларов за его майку или форму любого из игроков NBA Это всего лишь предметы одежды Вопрос заключается не в том, какую ценность мы представляем для людей, потому что ей свойственно меняться Кроме того, мир не отличается большой способностью ценить людей по достоинству Миллионы младенцев были убиты в утробах своих матерей Ценили ли люди жизнь этих детей? А как насчет девочек и женщин, которых продают в рабство ради секс-торговли? Если их ценность измерять теми людьми, которые отправили их туда, то она сводится лишь к нескольким сотням долларов Настоящую меру ценности во вселенной устанавливает Бог, а не человек И даже о тех вещах, которые мы ценим, Иисус напоминает нам То, что ценят люди, мерзость в глазах Бога Луки, 16 глава, стих 15 Новый русский перевод Он делает еще одно знаменательное утверждение Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея, 16 глава, стих 26 Подумайте на секунду обо всем богатстве мира Представьте, особняки стоимостью много миллионов долларов Роскошные объекты недвижимости Драгоценные камни и драгоценные металлы Дорогие автомобили, яхты и самолеты Это почти невозможно себе представить В результате недавних исследований было выявлено, что валовый мировой продукт равен 84,97 триллиона долларов Это невообразимая сумма денег Однако Иисус говорит, что если бы вы обменяли свою жизнь на все это Вы бы заключили невыгодную сделку Так какова же ваша ценность? Павел пишет Ибо вы куплены дорогою ценою 1 Коринфянам, 6 глава, стих 20 Божья ставка за вас Им назначенная цена заключена в этих словах Ибо так возлюбил бог мир, что отдал сына своего единородного Иоанна, 3 глава, стих 16 Ух ты! Это намного больше, чем майка Билла Рассела Бог видел нашу ценность, равной тому, что у него было самое дорогое Удивительная истина заключается в том, что если бы наша ценность для Бога была на один пение меньше ценности Иисуса Этот обмен бы не состоялся, потому что Бог не стал бы заключать невыгодную сделку Он не стал бы отдавать более ценное за что-то менее ценное Понимаете ли вы, насколько драгоценны для Бога? Насколько велика Божья любовь к вам? В своей молитве Иисус говорит самые ошеломляющие слова Да познает мир, что ты, Бог, послал меня, Иисуса Христа, и возлюбил их, как возлюбил меня Иоанна, 17 глава, стих 23 Это почти невозможно постичь Бог любит вас так же сильно, как Он любит Иисуса Вы все равно можете подумать, что Он говорит только об учениках Это неверно, потому что Иисус поясняет Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их Иоанна, 17 глава, стих 20 Если вы верите в Иисуса Христа, вы верите либо напрямую, либо косвенно, по свидетельству учеников Глубина Божьей любви к вам и то, насколько вы ценны для Него, непостижимы Теперь, когда мы крепко утвердились в этой истине, давайте продолжим исследовать Почему дар Святого Страха так важен в наших отношениях с Ним?